шалом и так что же апостол павел имеет ввиду говоря что в мессии нет ни удея не или на кто же есть в мессии если этих товарищей в нем нет кто же мы теперь верующие вешуа если мы уже не евреи и не язычники не мужчины и не женщины в прошлый раз мы обратили внимание на выражение новое творение которое встречается у павла несколько раз например вот здесь а но что такое новая тварь или новые творения какое отношение она имеет к нашим сегодняшним различиям половым национальным социальным культурным и прочим к различим с которым нам нужно жить потому что они не упразднены очевидно говоря об искупительном плане божьем в прошлой программе мы остановились на тысячелетнем царстве то есть на царстве мессии со столицы в иерусалиме и о исполнении всех пророчеств и обещаний о восстановлении израиля однако у этого плана божьего есть следующая фаза и вот она то как раз и называется насколько я понимаю новое творение впервые о ней говорит еще пророк исаи здесь мы видим что бог говорит что творит новое небо и новую землю и проповеди выставляет их прежним небу и земле но давайте не забудем что мы сейчас с вами цитируем не левит а исаю то есть в данном случае небо и земля это не просто два конкретных физических объекта а вообще все творение божье то есть бог собирается сотворить все новое именно об этом он говорит в последней книге библии автору который дано заглянуть в будущее и увидеть новое небо и новую землю именно в этом контексте как мне кажется нужно читать все что павел пишет своих посланиях о новом человеке созданном из иудея и эллина и о новом творении тут можно сказать стоп а как же пардон старое творение и идея о его починки то есть тикун олам разве божий план не в том чтобы починить старое если он собирается творить все новое то что будет со старым что на свалку что ли распилит на дрова и в печку а меня куда тоже на свалку как рухлить ветхую но нет что вы нам с вами не нужно бояться не свалки не печки ведь мы то уже умерли и похоронены выкапывать нашего ветхого человека никто не будет этим мы не занимаемся вы конечно понимаете о чем я да тот же самый павел пишет что наш старый человек уже распят с мессией еще на кресте голгофа в наше погружение в воду или водное крещение или твила на иврите как угодно это своего рода похороны этого уже умершего ветхого то есть старого человека конечно же это наши похороны мои и ваши если вы приняли водное погружение став учениками и шуа мы с вами тем самым пошли по его пути по какому такому пути позвольте уточнить по пути соблюдения митвот то есть заповеди торы да но только на первый взгляд а если копнуть глубже то совсем по другому пути мы пошли с вами по пути смерти и воскресенье да по пути на котором бог не чинит нас а позволяет нам умереть для того чтобы затем воскресить нас к новой жизни и вот в этой новой жизни мы разумеется любим его и любим ближнего тактора нам собственно и заповедует и как раньше мы любить не могли писание говорит нам что мы уже сейчас новое творение что со старым уже покончено что новое творение уже здесь и сейчас в этом мы верим потому что это слово божье или не верим тут каждый делает свой собственный выбор но в любом случае физическая реальность старого творения никуда не делась что же я должен ее игнорировать жить как новое творение не имеющие ни национальности не пола некоторые предлагают именно это дескать поскольку в миссии у нас уже нет ни мужчин и женщин почему сестры не могут проповедовать братьям почему не могут руководить общиной ведь все эти старые порядки уже отменены и нет конечно при скилла объясняла аполлосу евангелие вместе со своим мужем акилой но учтите что это была частная беседа и да конечно дух излит на всех на нас без различий пола чтобы все мы пророчествовали в самом широком смысле слова и свидетельствовали неверующим о еще и ободряли друг друга воодушевляли утешали как павел об этом пишет однако говоря о богослужении или о руководстве общиной он отводит женщине совершенно очевидно по текстам роль подчиненную это просто пример на котором мы с вами можем увидеть важную вещь мы с вами живем одновременно в двух мирах в сегодняшнем и в будущем оба совершенно реальны однако 1 привычен а второй непонятен и все что о нем сказано в библии звучит как некая мистика тем не менее если мы хотим быть верны учению нового завета нам нужно в равной степени считаться с ними обоими с одной стороны кем мы родились теме и призваны оставаться с другой и нам мессианским верующим нужно услышать и это послание тоже наши сегодняшние различия при всей их важности временны и в некотором смысле даже поэтому иллюзорны мы уже стали частью другой реальности мы уже стали частью будущего в котором этих различий просто нет в конце концов сам не шо сказал что в будущем веке люди не женятся и замуж не выходят ангелы ведут такую жизнь уже сейчас а нам она предстоит и мы уже вошли в нее и это одна из причин по которой еще и павел не были женаты они уже в земной жизни жили так как все мы будем жить когда новое творение проявит себя во всей полноте вот в каком смысле на кресте иудаизму пришел конец воскресший мессия безусловно лев из колена иуды но вместе с тем он больше всех тех различий которым мы привыкли и мы уже сейчас в нем то есть тоже по ту сторону разделение на евреев и эллинов и мне кажется что не понимая этого мы с вами упустим что-то очень важное спасибо жало